Очень раннее утро не остановило людей, которые захотели почтить память тех, кому мы обязаны своей жизнью. Ровно 75 лет назад, 22 июня, нацистская Германия вторгла с границы Советского Союза, начав самую кровопролитную войну в истории человечества. День ассоциируется с своей родной бабушкой, которая ровно в 4 часа утра, 22 июня, встретила войну на реке Буг. Для нее это был выпускной вечер, ей было всего лишь 16 лет, и вот как она мне рассказывала, в туфельках, в платье выпускном, они бежали, бежали в лес, и так для моей семьи началась война. К вечному огню на Аллее Славы были возложены цветы, а в руках все участники акции держали свечи, как символ памяти о тех, кто погиб во имя мира на земле. По 15 налетов в ночь было, и мы вот дети лазили по крыше, залезали, вот такие щипцы большие, и они сначала зажигалки кидали, а потом бомбили, чтобы им светло было, а мы щипцами хватали, вниз кидали, а внизу гасили. Первую бомбу бросили, и нас детей всех отвезли в кавкозы, и мы там работали. Видела самолет, крест видела, видела летчика, я и не поняла, что это такое было. Вот так у меня началась эта война. Пока я опомнилась, он бомбу бросил. В память о великих подвигах советского народа, совершенной в те ужасные для всей страны годы, пришли ветераны и молодые люди. К акции мог присоединиться каждый. Со мной рядом стояла удивительная женщина, она живет в нашем районе, она говорит, мы ездим каждый год на поклонку, и вот на эти фотографии, на них невозможно смотреть. И нам говорят, ну если вы не можете смотреть, вы не поднимайте глаза. Она говорит, а мы уже не можем, у нас так душа болит. Это говорит о том, что сколько бы лет ни прошло, эти страшные события всегда в сердце и в памяти. Дмитрий Пронцев поделился историей о своем дедушке Давыдове Владимире Дмитриевиче. В начале войны ему было 18. Владимир Дмитриевич добровольцем отправился на фронт, но так и не успел добраться до места, потому что получил контузию. После госпиталя принимал участие в освобождении Ленинграда, а позже дошел и до Берлина. Получается, как бы старшие наши передали нам эту память, а наша задача, как молодежи, по-моему, передать эту память детям, которые скоро станут молодежью. Мы будем уважительно относиться к подвигам дедов и прадедов, учить историю, быть достойными поступков советских людей. У этой беды нет срока давности, так же, как и у памяти о людях, в чьих жизнях, как гром среди ясного неба, прогремела война. Диана Гаврилова и я, Адамия Елена Кошлева, Видное ТВ.